...промокшую армию домой, оставив пока Вену в покое. Венгрия принадлежала ему, а Австрия может подождать. Стамбул радостно встречал султана Триумфатора. В последующие десятилетия Европа всякий раз скрывалась в белом саване зимы, ожидая гнева Сулеймана каждую весну. После каждого завоевания Сулейман приказывал превратить христианскую церковь в мечеть. Так он благодарил Аллаха за победы. За первые 20 лет правления ему довелось благодарить неоднократно. К 1540 году он собрал немалую коллекцию титулов. Он был султаном милостью Аллаха, королем королей, могущественным царем Персии, Аравии, Сирии и Египта, принцем Мекке, правителем Иерусалима, хозяином Всемирного моря. Его империя простиралась от Багдада до Будапешта, от Австрии до Алжира. Только часть его подданных была мусульманами. Остальные были евреями, католиками, православными, протестантами. Единственный из европейских монархов Сулейман разрешил своим подданным исповедовать свою религию. Обладая мудростью Соломона и политическим чутьем Маккеавелли, султан понимал, что насильственное обращение в новую религию станет поводом для восстания. Он принял решение. Пока он обладает их преданностью, он держит их души. Однако не было закона для управления этими разными народами. Сулейману нужен был закон, который понравится Аллаху и не обидит других богов. Более того, он написал законы, которые не оскорбляли священника и не обременяли торговца. Этот новый закон смазал механизмы торговли и помог его империи стать самой богатой в мире. Законы Сулеймана регулировали все, от коммерции до зарплаты, даже цены на фрукты и сладости. На главном рынке Стамбула, самом большом в мире, нечестный торговец мог подвергнуться публичным телесным наказаниям. Сулейман знал, что по всей Европе людей сжигают за то, что они поклоняются тому же богу иначе. Ирония была не чужда ему. Он требовал, чтобы с его подданными, будь они евреями, мусульманами или христианами, обращались одинаково. Неудивительно, что турецкие историки называют его не только Сулейман великолепный, но и Сулейман законодатель. Как и многие султаны до него, Сулейман владел не только мечом, но и пером. Но если законы были порождением его гения, то стихи его сказали.